Всем привет! Вы смотрите на Кухне с Мариара. И сегодня у нас новогоднее мясное отделение. В помощь нам шеф-повар Данил Шахов. Дань, привет! Лена, привет! Рассказывай, что мы сегодня такого волшебного, вкуснейшего, предновогоднего мясного с тобой приготовим. Значит, у нас сегодня будет тирин из курицы с соусом из запеченных яблок и горчицы и карамелизированными мандаринами. И будет у нас сегодня рулет из свинины со сыром фетой, корнишонами и сливочно-грибном соусе. Звучит просто фантастически! Все необходимые ингредиенты мы уже нашли в ближайшем магазине Мариара. Смотрим, что нам понадобится и начинаем готовить! Для тирина из курицы нам понадобится Куриное филе Яблоки Мандарины Твердый сыр Маслины Бекон Соевый соус Для рулета из свинины Свиная вырезка Бекон Сыр фета Корнишоны Болгарский перец Шампиньоны Сливки Что мы делаем в самую первую очередь? У нас долго будут запекаться яблоки, порядком 20 минут, поэтому мы сейчас чикаем пополам, вынимаем сердцевину и отправляем в духовой шкаф. Хорошо. Это у нас будет соус из печеных яблок. Это будет соус, да. Сейчас занимаемся мы курочкой, правильно я понимаю? Да, мы занимаемся курочкой, но одновременно начинаем заниматься уже и свининой и то есть параллельно все. Так, но яблоки на курочку, правильно я понимаю? Яблоки на курочку, да. То есть мы теперь берем курицу и отправляем ее, собственно, в блендер. То есть мы добавляем соль, перец, соль, перчик. Итальянские травы. Хорошо. Что-нибудь еще в фарш у нас пойдет? У нас тут есть шампиньончики, есть перчик или ничего в фарше этого не будет? Пока, пока нет. То есть мы сейчас сделаем фарш, уберем часть фарша и во вторую часть добавим краситель. Ну, так как я предпочитаю натуральные красители. А какой цвет он нам даст? Черный. Ладно. Ладно, хорошо. Здесь у нас это пепел банановых листьев. Пепел? Такой натуральный краситель. Пепел банановых листьев, друзья. Что может быть лучше в предновогодней свете? Все, мельчим фарш, подготавливаем яблоки. Яблочки готовы, перекладываем их в форму для запекания. В духовку? И отправляем в духовку. Поскольку? 20 минут 180 градусов. Конвекция нужна? Конвекция нужна. Конвекция 20 минут 180 градусов. У нас появилась пищевая пленка, перебили фарш. Перебили фарш. Что делаем? Сейчас я покажу. Хорошо. Сюда 180, 20 минуточек, конвекция. Готово? Закрываем. Отлично. Берем теперь часть нашего фарша. И рассказываем, что такое терин. Терин? Или терин, или терин? Терин, терин, терин. Ну, собственно, это своеобразный рулет из-за фарша. Куриного, говяжьего, свиного, неважно или именно куриного? Неважно. Неважно, хорошо. С различными начинками. То есть в данном случае у нас будет сыр. Можешь брусочком нарезать. Давай. Попробую. Вот таким брусочком. И потом вот... Давай повдоль. Повдоль. Теперь мы часть нашей курицы... Скручиваем. Разравниваем. Угу. То есть терин – это рулет из фарша с различными начинками, которые что? Если это пищевая пленка, мы его на одиночной бане или просто варить? Мы его будем варить. Собственно, как-то так. А все потом прекрасно обратно раскрутится-то из пищевой пленки? Конечно, раскрутится. А всякие могут быть спокойными? То есть она у нас держит, в принципе, больше 100 градусов. Совершенно. А варим мы при 100 градусах. Значит, разровняли такую площадочку из фарша. Теперь возьмем маслины. Маслинчики. Но фарш, я знаю, что вот такой вот подачи терине будет вкусненько. Вот именно с маслинками, с этим вот таким вот привкусом, каким-то таким вот... Какой же у них такой привкус? Какой-то вкусный привкус. Я пишу. Что мы сделали? Маслины, кусочки сыра, брусочки. Мы закручиваем, показывай, как. Подминаем это все дело. Вот так это и останется? Собственно, да. Больше никакой начинки. Второго слоя фарша. Будет, будет второй слой фарша. Теперь смотри. У нас осталось. Пепел банановых листьев. Внимание, друзья. Студию. Как спорый грибок. Как спорый грибок. Ух ты же, ничего себе. Точно пепел. Потом, когда это все у нас подварится, у нас будет внутри светлое, а поверх черное. А снаружи черное, да. Красота. Ну и мы фарш так, как на блендере перебивали. А, гайз. Он получится такими крупинками. Должна получиться такая некая мраморность. И еще раз теперь пробиваем. Давай посмотрим. Просто любопытно теперь, что из всего получится. Должна, мы чем можем покрасить? Паприкой? Уголь активированный. Да? Ну только не тот, который в аптеке, а есть в кондитерских магазинах, продается специальный краситель. Ну а паприкой только можно покрасить? Ну такой же ближайший, что точно может быть. Или желтенькая такая индийская приправа. Карри. Не карри, куркума. Куркума. Да, в принципе, можем. Можем даже свекольным соком покрасить. То есть, понимаешь, что ты супершеф, а нам, скажем, ну, такой несок, куркума, паприка может быть вторым, симпатичным слоем для вот такой вот штуки. То есть, такая у нас масса получается. Я не стал ее делать слишком черной. Понимаю. Чтобы не напугать вас. Ничего дальше. То есть, убираем теперь эту часть. Это отдельно? Да. Ладно, я просто люблю. Отстаем наш фарш. Опять-таки, делаем такую колбаску? Да, только теперь делаем ее шире, чтобы обернуть. То есть, теперь мы сворачиваем все это в рулет, разровняли, померили. Еще раз важно, вот этого маленького, светленького рулетика мы пленочку сняли. Пленочку сняли, да. Чтобы без сюрпризов. А теперь основательно закручиваем. А теперь основательно закручиваем. Краешки подлепляем. Подлепляем. В чем здесь подвох? В чем подвох вот этого рецепта? Что нужно всегда держать в голове, чтобы точно получилось? Путский Новый год. Основное блюдо мясное для стола. Ну, так как внутрь у нас идет белого фарша. То есть, мы его должны обвернуть вокруг черным. Соответственно, белого фарша нужно нам брать меньше. А, черного фарша или красного, желтого. В зависимости от этого, чем вы подкрасили, да? Больше, да. Больше. Фарш, как иногда котлетки, мы готовим там лучок, добавляем картошечку. Этого не надо. Нет, иначе он будет зернистый и не будет держать форму. Хорошо. Лук можно добавлять, но только при условии, если он будет жареный. Засекаем примерно 25 минут. Полчаса варим? Да. С момента, как закипит? Ну, она у нас практически кипит, поэтому... Все, отправляем. 25 минут засекаем. Яблочки, напомню, для соуса, для нашего терина из куриного фарша, продолжают запекаться в духовке 180 градусов в 20 минут с конвекцией. Мое любимое, по крайней мере, на сейчас, на это мгновение, рулет из свинины. Рулет из свинины, да. Да, что делаем? Дай мне какую-нибудь задачу. Я возьму мясо. Можешь на 4 части повдоль порезать корнишонов. И перчик болгарский нужно будет по размеру одинаковый сделать с корнишонами. Договор. То есть такие брусочки. Брусочки. Сделаем. Свинину, значит. Что у нас тут? Рассказывай, по мясу, это важно. Это важно. То есть в данном случае у нас шея, можно использовать балык. Карбонат его называют, по-разному. То есть мы надрезаем и разворачиваем. Книжечкой такой. О, это надо потренироваться. Тем временем, пока мы солим, перчим наш, это что у нас, шея, да, свиная шея? Да. Свиной шею, да, для нашего рулета. Огурчики покромсали. Перчик вот такой, мы сейчас его покороче еще сделаем. Вот такими вот дольчиками. Тоньше не надо? Нет, тоньше не нужно. Все кромсаем, перчик. Много тоже не нужно. Хорошо. Закипает у нас кипятчик. Посолили, поперчили. Хорошо. Добавили специи. На ваше усмотрение. Можно тимьян добавить. Забирай. Соль, перчик, тимьянчик. Да. Теперь берем сыр фета и бекон. Вот перед тобой. Возьмешь сыр фета? Да, сейчас подам. Я сейчас подровняю, чтобы ровно делался. А я возьму бекончик и выкладываем. Это начиночка у нас такая будет. Выкладываем внутрь бекон. Он нам даст сочность и копченого аромата? Да. Сыр фета такими же брусочками, как и огурчики и перчик? Нет. А сыр фета, отрежь мне один брусочек, ну, примерно с толщиной с мой мизиниц. Это вот так? Это два твоих пальца. Вот так? Да. Вот так отрезаем. Вот так. Вот так вот. И все? И все. Или еще нужно будет фета? Нет, 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 фета больше не нужно. Заворачиваем сыр. На один пока. Да. На один поворот. Берем теперь корнишоны наши. Пожалуйста, поближе даже к вам. О, хорошо, хорошо. По-крупности. Корнишончики. Угу. Перчик. Еще раз подвернули. И теперь еще раз берем корнишоны. И тут же сразу. И тут же сразу перчик. Зубочистки нужны? Ммм, зубочистки нужны, чтобы зафиксировать, чтобы не вязать всякие там веревки. Вот, я просто хотела спросить. Зачем все это? Нужна легка? Нечевка. Не нужны, не нужны. Фиксируем. Скажите, если нужно, я побольше достану. Зубочистками. Так, что дальше с этим делаем? Все, теперь нам нужно будет достать яблоки и убрать рулет запекаться уже в духовой шкаф. У нас пара минут. Осталось только яблоки у нас запекутся. Ждем, возвращаемся, продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что мы сегодня готовим терины с курочки, с карамелизированными мандаринами и свиной рулет. Все секретики от шеф-повара Данила Шахова. Мы продолжаем. Продолжаем продолжать. Рулет у нас. Рулет. Частично готов. Полуфабрикат у нас сейчас здесь. Его нужно теперь маслицем. На кухне нам наше. Немножечко. Вот так вот опачки, опачки, опачки. Хватит? Хватит, достаточно. Оно распределится. Сколько, поскольку, на сколько? 25 минут 200 градусов. Всего лишь? Да. Из-за того, что мясо мы тонко отрезали и отбили? А мы его потом нарежем еще на сковородочку. Поджарим. 20 минут 180 градусов. Конвекция или без? Конвекция. Конвекция. Закрываем. Едем дальше. Теперь приступим к соусам. Хорошо. Что делаем для соуса? Вот с этой историей чуть-чуть попозже тогда. Да. Чего делаем? Чистим мандарины. Сколько? Я думаю, нам для подачи одного хватит. Хорошо. Тем временем. Мы сейчас готовим соус для Террина или для... Для Террина. Или для рулета. Для Террина. Хорошо. То есть мы возьмем бекон для соуса. Так, бекон у нас шел внутрь свиного рулета для аромата, для сочности, правильно? И он же идет у нас в соус. Хорошо. Нет, это не соус. Это будут карамелизированные мандарины. Карамелизированные мандарины с беконом, друзья! То есть бекон мы сейчас зажарим до хруста. Так. На сухой сковородочке. Хорошо. Все, можно прямо забрасывать? Да. Кладем на сухую сковородку. Чтобы не было излишнего масла. И... Там есть сало, есть с чему выпариться, есть с чему расплавиться и вообще, да. Добавляем теперь к этим шкуварочкам джем из имбиря и лимона. А зачем? Для карамелизации. Можно добавить соус. Для карамелизации. И добавляем соевый соус. Берем наши мандаринки теперь. И бросаем сюда. А Террина-то наш уже сварился, кстати, если что. Террина сварился, будем доставать часу. Хорошо. Ароматы джема в перемешку с соевым соусом. Думаю, что это такое, какую-то фантастическую такую тему. Что, до какого состояния мы наши мандаринки зажарим? А вот пока они полностью не будут обвалены в соусе. Обалдеть. Кстати, рецепты-то простые. Казалось бы, мясное отделение. Нужно что-то тут попыхтеть, повозиться. А по факту все быстро. Фарш быстро, рулет, ну, заморочиться только, ну, там, что-то мясо раз пополамить и отбить. Классно. Делов-то немного. Так, берем шампиньоны. Мы их почистили. И теперь нужно их нарезать. А мы что с ним будем делать, жарить? Будем жарить. Дело за малым, за соусом и за сервировкой, по сути-то, потому что вот это 100% уже готово, правильно? Да. А только свиной рулет нам потребуется дожарить, нарезать и дожарить на сковородке. Наливаем, значит, маслице. И отправляем сюда наши шампиньоны. Обжариваем грибы. А я предлагаю, кстати, заглянуть в духовочку и посмотреть, как там себя чувствует наш рулет. Осталось минут 10, и мы жаримся. Ну, вот. Все будет, как только прописал. Итак, грибочки, прованские травы здесь уже с солью. Да. Что ты еще сюда добавил? Соевого соуса? Соевый соус, немного перчик. И заливаем сливки. Давай. А томаты когда? В самом-самом-самом конце? Конечно. Когда соус уже будет практически готов. Ждем, пока выпарится лишняя вода из сливочек. И затянется наш соус. Дело остается за малым. Да, мы дожидаемся, пока зажарится наш рулет, чтобы нарезать его на части. Затягиваем соус, добавляем томаты, начинаем сервировать. Оставайтесь с нами. У нас почти все готово. Дело осталось за самым маленьким, но небольшим ключевым моментом, который точно стоит проделать дома у себя на кухне. Точно стоит. Точно стоит. Что делать? Значит, у нас в духовочке запекся рулет. Ам-ам-ам. Ням-ням. Мы его теперь аккуратно, зубочистки не вынимаем. Хорошо. Тем временем терин тоже готов. Терин тоже готов. Подай мне масло, пожалуйста. Держите. Наливаем. Посмотреть на промежуточный результат. Чуть позже мы его нарежем так же на части. Правильно же? Да. Но при сервировке. Да. Налили масло. И теперь отправляем наш рулет. На обжарочку. За румяной корочкой. Нам нужно его запечатать со всех сторон. Видим начинку? Видим начинку. Наш корнишончик и свежеболгарский перчик. Уже подпеченный сок. Даже бекончик просматривается. А, и бекончик здесь же, да, у нас внутри. Томаты когда будем в соус укладывать, в который у нас соус идет для рулетов? Мы сейчас будем прогревать соус. Можно, кстати, обратить внимание, насколько сочно получилось. Очень сочно. Невероятно сочно. Возвращая соус, забросим туда томаты, и все дело останется за самым малым, за самым красивым. Сервировка. Да, сервировочка. Бочки просто. Подрумянили. Нарумянейшие. И греем наш соус, собственно. Бросай сюда наши томаты черри. А я думала, ты мне даешь покушать. Погнали. Все. Внимание, да? И прогреваем. Второе готово. Соусы все готовы. Сервируем. Дегустируем. Оставайтесь с нами. Моя самая любимая часть программы. Дегустация. Чайку? Пора пробовать. Чайку? Какое у нас тут все. С имбирем? Да, имбирь и лимончик. Отлично. Все просто невероятное. Если бы мне принесли такое к новогоднему столу, я бы сказала, боги, что за подарок. Пробуем. Мы тут уже подготовились, накололи себе на вилочку вкуснятины. Это просто приготовление. Это очень вкусно. В принципе, это сэкономит кучу времени, чтобы привести перед Новым годом дом в порядок, себя в порядок и оставить чуть-чуть времени на приготовление. Я захватила кусочек с саливочкой. Очень вкусно. Давай пять. Это было вкусно. Все необходимые ингредиенты и способы готовки смотрите буквально через пару мгновений. Но на сегодня все. Всем желаем хорошего дня, приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»